Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинанса. Я Елена Беляева. И наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Так, давайте посмотрим, что мы сегодня имеем. Мы вчера ждали коррекции. И, собственно, наверное, дождались, потому как сейчас практически все акции основные достигли уровня целевых первоначального отскока. И поэтому большинство участников рынка фиксируют прибыль, полученную за вот эти несколько дней отскока, за три дня. И сейчас рынок перешел к ожиданию. То есть, ход сделан. Наше, так скажем, решение присоединения Крыма было озвучено. И теперь ждем реакции. Реакция последует, скорее всего, завтра. Сегодня уже начались обсуждения. И завтра, скорее всего, будут известны. Новая порция санкций будет объявлена. И, скорее всего, в общем-то, эта ситуация будет углублять коррекцию, которая сегодня началась. И, скорее всего, мы увидим индекс МВБ в ближайшее время на более низких уровнях. Но вот как эта коррекция будет происходить, в резкой форме или в такой более сдержанной, это уже будет зависеть от того, какие санкции будут объявлены. Поэтому сегодня мы видим, что уровень 1350, который мы ждали по МВБ, он был достигнут. То есть именно около этого уровня восходящее движение прекратилось. И сейчас идет коррекционное движение. Пока сейчас в данной ситуации поддержкой уступает уровень 1310. Но при пробое этого уровня уже можно будет говорить про более глубокую коррекцию. И тогда, возможно, будут уже более какие-то низкие уровни возможны. Итак, пока такая общая рекомендация сокращать длинные позиции, которые были, или, по крайней мере, подтягивать стопы так, чтобы они уже фиксировали прибыль. И, соответственно, устанавливать уровни взятия прибыли так, чтобы при достижении длинные позиции сокращать уже имеет смысл. То есть короткие позиции пока нет смысла открывать, пока нет для этого достаточных оснований. Но для сокращения длинных позиций точно данные есть. Итак, по отдельным бумагам давайте посмотрим, что у нас как-то тут происходит. Начнем давайте с главных. Газпром. Ну вот здесь был целевой уровень от сколько мы говорили 130 рублей. Немножко не дотянулся Газпром до этого уровня. Пока в настоящий момент можно подержать позиции и стоп поставить ниже локального минимума. Но, в общем-то, мне кажется, что больше вероятность недостижения этого уровня, чем достижения. Поэтому мне кажется, что уже можно фиксировать лонги и занять выжидательную позицию, посмотреть, как ситуация будет в конце недели развиваться, какие акции, санкции, вернее, будут озвучены. Тогда уже по ходу дела решать с перезаходом в позиции. По Лукоилу, в общем-то, у нас не было никаких рекомендаций. Мы говорили, что здесь пока идет такой боковичок, в котором лучше не участвовать. И говорили, что без позиции. Но вот пока такая же рекомендация остается и по Лукоилу, и по Роснефтью. Мне кажется, что здесь ситуация, во-первых, достаточно стабильна. И не было большой просадки, и не было больших распродаж, но и, собственно, покупок, и отскока какого-то значительного здесь нет. Поэтому пока без позиций. По Сбербанку тоже сегодня немножко коррекция наблюдается. Тоже мы здесь ждали район 83 рубля. Но вот было движение только до 82. И тоже с небольшим недоходом заметна стала фиксация прибыли по бумаге. И, скорее всего, тоже есть смысл фиксировать позиции здесь. И, скорее всего, будет сначала, ну, по крайней мере, сначала будет какая-то более глубокая коррекция. Только потом, возможно, будут уже движения на более высокие уровни. Если будут на то, так скажем, причины. То есть пока оснований говорить о том, что здесь движение будет продолжаться вверх, пока на это оснований нет. Дальше. ГМК Норникель, пожалуй, в лучшем состоянии находится бумагой, чем остальные бумаги на нашем рынке. То есть здесь, в принципе, вполне стабильная ситуация. И здесь, ну, пожалуй, единственная бумага, в которой можно позиции длины удерживать. То есть здесь все-таки вот этот уровень сопротивления в районе где-то 600-600, да, он существует. Поэтому открытие новых позиций эта ситуация сдерживает. Но, по сути дела, вполне возможно, что в ближайшее время, в зависимости от того, как ситуация будет складываться на рынке, если ситуация будет вдруг нормализоваться, то это будет один из кандидатов для таких среднесрочно длинных позиций. Но на самом деле, мне кажется, что в ближайшее время мы увидим волну коррекционную на рынке и увидим индексы и акции на более низких уровнях, потому как, мне кажется, все-таки будут какие-то более существенные санкции озвучены. И, скорее всего, все-таки это хотя бы на некоторое время, а все-таки я думаю, что на достаточно значительное время, может быть, на месяц даже больше, будет удерживать рынок от роста и, возможно, приведет к более серьезному снижению. Поэтому, мне кажется, что вот плохое, все плохое еще не миновало и снижение еще будет. Поэтому, как смело открывать длинные позиции и храбро их удерживать, пока еще время для этого не настало. Так, Наталья спрашивает, как вы считаете, наверное, никель, следует закрывать позицию? Последняя покупка была 5400. Если покупка была по более низким ценам, если у вас в плюсе акции, решайте, конечно, сами. Но, мне кажется, что можно подержать позицию со стопом ниже 5600. Может быть, имеет смысл половину позицию закрыть и вторую половину уже поставить на нее стоп. Смотрите сами, в зависимости от размера позиции. Пока вот в данный момент на Норникеле ситуация достаточно позитивно выглядит и пугают только вот именно геополитические риски. То есть, чисто технической точки зрения, а тут картинка, скажем так, практически идеальная. Поэтому здесь, с точки зрения техники, сигнала на выход из позиции из длинных нет. То есть, то, что у нас появляются опасения и мы начинаем ждать снижения, это связано не с техническим анализом, это связано именно с той ситуацией, со сложности той ситуации, которая на самом деле существует и которая точно будет еще влиять на рынок. Поэтому вот эта вот история с Крымом, она еще не отыграна на рынке, по моим понятиям точно. И поэтому воздействие на рынок будет и Норникель, как часть рынка, он тоже, по идее, должен в этом поучаствовать. Поэтому вот здесь, так скажем, возможность снижения этих бумаг связана не с техническим анализом и не с тем, что мы видим на графике, а именно с ожиданиями каких-то новых, какой-то новой информации, которую мы сейчас не знаем. Вот, то есть, тут риски чисто геополитические. Дальше. Так, что еще по рынку? Вот, то есть, я считаю, что по Сбербанку, по Газпрому уже практически достигнуты уровни вот этого, уровни, целевые уровни отскока по таким бумагам, как Мосбиржа, тоже по таким бумагам, как тоже достигнут уровень, здесь цель была 58, по системе 37 рублей была достигнута цель. По вот этим бумагам уже можно, мне кажется, рассматривать варианты фиксации прибыли. Не достигнута цель отскока по аэрофлоту, то есть, их, мне кажется, можно подержать бумаги. И, в общем-то, здесь целевой уровень 62 рубля был, но вот пока как-то вот не очень хорошо смотрится бумажка, то есть, нет какого-то здесь интереса, нет какого-то движения. Ну, вот, пожалуй, одна из тех бумаг, которая не достигла вот этого целевого уровня отскока, это вот как раз аэрофлот, и металлурги также отстают немножко, там тоже есть какое-то небольшое расстояние до цели, но ФСК практически достигла вопрос по ФСК. То есть, здесь уровень 6,5 копеек, и практически он уже почти был достигнут. Вот по Интерау там есть еще немножко, как бы сказать, пространства. То есть, здесь, скорее всего, вот этот вот уровень ранее проторгованный выше 8,5 копейки, вот он, скорее всего, все-таки еще сюда будет попытка подтянуться. Поэтому, возможно, что здесь еще есть какое-то пространство для движения, а вот с ФСК, мне кажется, что там уже практически все выбрано. То есть, там практически 30% был рост минимумов, и это уже практически предел. Поэтому с ФСК, мне кажется, тоже здесь нужно быть аккуратнее. То есть, уже нужно выставить стопы, подтянуть стопы и смотреть, если ситуация начнет разворачиваться, то закрываться. По МТС, мне кажется, тоже достигнуты целевые уровни коррекции район 260 рублей. По Мегафону точно так же достигнута район 1000 рублей. То есть, по большинству бумаг уже вот есть какие-то пределы, они достигнуты. И вот с этих уровней, чтобы расти, нужно какую-то дополнительную, очень позитивную информацию, источников которой я сейчас не вижу. Поэтому, мне кажется, что более вероятен сейчас в текущий момент коррекционный вариант. Вот, это то, что касается акций, и то, что касается фьючерсов. Корректируется сегодня рубль. Сегодня достигнута по споту была цена 36 рублей за доллар. Но пока вот я бы сказала, что это укладывается в рамки коррекции. То есть, сейчас, минуточку, давайте вот покажу. Сейчас, секунду. Так. Вот, это уровень 36 рублей за доллар, который сейчас достиг на часовом графике. Это 200 периодная средняя, на дневном графике это 21 средняя. То есть, в принципе, пока все укладывается в рамки коррекции. То есть, движение дальше вполне может пройти и в том, и в другом направлении. Поэтому, сейчас можно сказать лишь, что рубль, по сути дела, выжидает. Он ждет, какие санкции будут предъявлены России. И тогда уже будет предпринято следующее движение. Либо вверх, либо вниз, в зависимости от того, какая будет ситуация. Поэтому, здесь, пока, мне кажется, сигнала для входа в шорт по фьючерсу, пока этого сигнала нет. Но, нужно следить за развитием событий. Возможно, в ближайшее время мы увидим более глубокую коррекцию. Возможно, она будет. Но, для этого нужны какие-то основания. Пока их нет. То есть, дальше, по нефти, пока все происходит в том же самом ключе. То есть, здесь мы говорили, целевой уровень снижения нефти 105 долларов за баррель. Пока вот по этому сценарию ситуация развивается. По фьючерсу на индекс РТС, здесь тоже идет сегодня коррекционное движение. Но коррекционное движение больше такого бокового характера. Поэтому, пока, здесь тоже каких-то сигналов для входа в шорт точно нет. Лонги тоже имеют смысл поджать стопами, если они есть. И, соответственно, если будет уход ниже уровня 112 тысяч, тогда с лонгами лучше распрощаться. Вот. И пока, по сути дела, рынок видно, что находится в состоянии ожидания. И какая будет новая информация, такая будет реакция рынка. Поэтому будем уже действовать по ситуации. То есть, по тому, как будет дальнейшее событие разворачиваться. Сейчас, вот несколько дней ближайших, они сопряжены с такими, ну, так скажем, возможным... Рынок прогнозировать достаточно сложно, потому что движения рынка будут зависеть от новой поступающей информации, которую мы не можем, ну, никак вычислить. Поэтому здесь только действовать по ситуации и достаточно аккуратненько. Поэтому вот в этом ключе я предлагаю действовать. То есть, длинными позициями либо их фиксируем, либо подтягиваем стопы. Короткие пока... для открытия коротких позиций пока нет оснований. Все, пожалуй, на сегодня. Всем спасибо за внимание и до свидания завтра.